Дядя Равнак И вот по очереди, папа был намного меньше, чем брат его младший, Равнак, на три года он был младше, но крупнее. И папа в основном тащил его. И по очереди они одевали сапоги, вот что-то у них там были какие-то типа ячегов, что-то такое, и по очереди тащили. И вот так вот ходили в школу. То есть тяга была огромнейшая к учебе, а тема любви, потому что на самом деле остались сиротами. А у отца сердце было, ну оно и разорвалось, в общем-то, от жалости не только ко всему, что здесь происходило, от исторических всех фактов. У него было вообще, ну сердце вот у него на самом деле просто лопнуло от вот этих вот эмоций, от этого сострадания ко всем. Потому что когда описывал он в начале кочевники, это было, допустим, 16-18 века, а потом он решил глубже пойти, то есть на Золотую Орду. А потом он хотел вообще пойти на 14 век, но в то время категорически все это не воспринималось. И поэтому та любовь, которую он испытал вот по отношению к матери, вот эта любовь была распространена на нас. То есть мы все вот просто купались в его любви, в его заботе. Вот Равшан рассказывала, как папа, когда Коза Курпеш родился, но это было счастье. Мы шли по Фурману, мы жили на Джамбула и Фурману, между Шевченко и Джамбула. И шли, когда вот мы все три девчонки, машин почти не было, проезжала какая-то одна машина и арба какая-то проезжала с лошадью. И был ветер, и мы шли по дороге, прямо вот вниз по Фурману, и папа плясал. И всем, кто народу было мало, маленькие домишки, и он всем кричал, плясал, всю дорогу плясал и кричал. У меня сын родился, у меня сын родился. И вот это вот отношение, вот общего такого уважения, любви, я постоянно ощущала по отношению абсолютно ко всем. Никогда, никому, никаких отрицательных эмоций. Поэтому маму он на самом деле любил до бесконечности. Ну, папа читал все время все свои книги, он обязательно ей прочитывал. Они все время закрывались, и он ей все читал. И какие поправки, или что-то он все время с ней советовался. Она, конечно, многое помогала ему, но я помню, что все-все абсолютно, все, что он писал, он обязательно, она была первым его читателем. На самом деле все свои произведения пропускал через себя. Не было такого, чтобы он просто так взял что-то, написал и забыл, и уснул. Такого никогда не было. Он все это пропускал через себя, и, естественно, сердце у него, вот когда уже в реанимации лежало, они говорят, мы не можем ничего сделать, мы не можем ни одно лекарство ему вколоть, потому что у него рассыпаются абсолютно все вены. То есть настолько все разорвано, и сердце было в дребезге на самом деле разбито. И вот он всегда делал так, чтобы нагрузки, все равно нагрузки. Была дача последние годы, и вот на эту дачу Союз Писатель там строил дом творчества, да, конец 80-х годов, начало 80-х, конец 70-х, и он пешком ходил два раза в день, чтобы проверить, как строят, что там делают, вот именно дом творчества. Стол всегда был в работе, утром он всегда все собирал, аккуратненько все складывал. Всю жизнь, все детство наше было в его рукописях, всю жизнь были книги, которые он издает. А уж эту лодку, переплывающую океан, он, наверное, больше 10 лет переписывал. То есть вот эта вот книга была, это была последняя его, так сказать, современная работа. Он ее, конечно, хотел посвятить вот именно Кунаеву, потому что они вместе, на самом деле, будучи еще совсем молодым, после института молодым человеком, он очень сильно уважал. И Кунаев очень сильно тоже его любил и всегда говорил, Ильяс, ты почему ко мне не приходишь, вот просто так? Ну ты приди, давай, ну даже было такое, что он говорит, я буду переезжать на Тулебаева, на втором этаже будем жить, а на первом этаже я хотела бы, чтобы ты переехал. Папа говорит, нет, мы в принципе нормально живем, нам ничего не надо. Но, в общем-то, вот эта его скромность, это вот просто умопомрачительная скромность, ничего для себя, нигде, ни в чем, никак. Гонорары последние годы он получал хорошие, и когда он приносил деньги, он сразу, в первую очередь, говорил, так, Диля, отдай своей маме, отдай девочкам, пусть они себе купят, что хотят. Она говорит, ну давай тебе то-то, то-то купим, нет, мне ничего не надо. Но у него был отменный вкус. Вот все, что в доме, в принципе, было при нем, вот это вот все он сам и покупал. Папа, папы не было, мама сидела. Потом папа пришел и такой воодушевленный, такой радостный, и мы говорим, что папа, он говорит, вы знаете, я сейчас был, говорит, у Кунаева, и там Кунаев меня познакомил с одним молодым человеком и спросил, как он тебе. Я его, говорит, хочу назначить на, не то что своим заместителем, а во главе правительства поставить. И позвал, и он познакомился, это был Назарбаев. И папа с ним познакомился, и, в общем, с ним поговорил, и пришел такой, это самое, такой, говорит, замечательный человек. Ездил, он много ездил в эти, в Москву много ездил, потому что там в библиотеке имени Ленина хранились все тогда материалы. Ездил везде, выискивал, буквально по всем архивам, по всем библиотекам. Где хранились все эти, чтобы не было, конечно, это художественное произведение, но все равно надо было, чтобы факты были... Исторические факты, архивные данные, постоянно присылали, постоянно получал, постоянно дядя Равнак ему все это доставал. Никаких... У нас была большая проблема, когда отца похоронили, сделали, так сказать, постановление правительства, что выделить ему 3 на 6, 18 квадратных метров. Постановление выдали, чтобы сделать, ну, издать посмертно его 10-томник, потом, чтобы поставить музей, назвать улицу. Улицу назвали, смех сквозь слезы, в сторону... Ну, вот там, где идет... Не, ну, в Астане хорошая улица. Ну, это уже сейчас, это уже при Назарбаеве, а при Кунаве ничего не было. И в итоге, когда, в общем-то, назвали улицу в сторону Малой Станицы, там, где идет зоопарк, там 800 метров, больше ничего там нету, здесь мемориальную доску ставил уже сам Козакарпеш. Музей в Адбасаре тоже строили мы. Строили из последних сил, вышло постановление, что достраивали всем своим миром. У Равшан уже дети хорошо помогали. Козакарпеш полностью он все на себя вытащил. Все наследие отца полностью вытащил Козакарпеш. Вот я ему сейчас говорю, Козак, тебе просто при жизни можно уже поставить тоже памятник, потому что столько, сколько сделал ты в память о своем отце, о своей матери, никто больше не сделал. Продолжение следует...